Всем здравствуйте! Вы в любимой деревне. С вами Юля и Матрёшка, и Фаня, которая тоже здесь рядом бегает. Сегодня немножко такой грустный выпуск, несмотря на то, что есть и положительные всегда эмоции в хозяйстве, грустные тем, что у нас подохло 6 кур и 1 петух. Сначала у нас подох 1 петух, я думала, что мало ли, ну заболел, бывает, может быть, что-то с ним произошло, потому что в хозяйстве всегда какие-то потери незначительные происходят. Но когда мы сегодня нашли еще 6 тёхлых кур, тут, конечно, призадумались, попробую разобраться, что с ними могло произойти. Возможно, они съели что-то отравленное, но не было никаких признаков побоев, никаких укусов, ничего у них не было. То есть их никто не передушил, а просто они сами взяли и подохли. Вот сейчас постараюсь в этом вопросе разобраться. Курочка, которая не находится в курятнике, жива, всё в порядке. Также вон у нас Петька спит под навесом. Это уже петух, которого тот самый главный петух постоянно клевал. У нас их было 2. Вот. И они вот остались живых. Сейчас я думаю, чтобы мне открыть курятник и выпустить оттуда всех кур, проверить следы чего-то там в курятнике. Сейчас пойду еще раз все посмотрю. Возможно, либо зерно, либо что-то еще. В общем, придется со всем ознакомиться и сделать выводы. Сейчас, моя хорошая. Пойдем вместе со мной. На, матрешечка. Мой хрумкалка. Хрумкалка. Сейчас всем дам похрустеть немножечко печенек. Сейчас, мои девочки, сейчас. Сейчас похрустим и будем спать ложиться. Конечно, хорошо, что мы вчера не зарубили этого петуха, которому было плохо. Мы просто не успели. А я переживала, что мы и ни на мясо его не пустили никуда. Он просто у нас сдох. А если бы вот так отравленного петуха бы мы скушали, то, возможно, и мы бы тоже чем-то бы отравились. Так что, ну, это мои предположения, что они отравились каким-то зерном. Возможно, где-то травят крыс. Как вариант, петух скушал отравленное зерно, где-то нашел. Или, может быть, какую-то отраву они нашли с куфрыми. Скушали и отравились. Вот как один из предположительных вариантов. Пойдем, матрешка. Думайте, что произошло. Матрешка, ты моя ушастая. Коза-дереза. Матрешка. Очень любопытная. Вместе с Фаней, они прям везде за мной ходят. Что случилось? Курочке плохо вот этой тоже. Прям стонет. Тебе плохо? Ой, бедненькие. Сейчас вам заварю соду, дам попить. Еще вот две курочки, они просто вздыхают у нас на глазах. Сделали ей раствор из соды. Видите, как она его хорошо пьет. Фаня, уйди. Не пугай курочку. Фаня. Сейчас принесем еще курочек. Не знаю, что с ними произошло, но надеюсь, что сода им поможет. Вот у нее все-таки прямая кишка. Как-то прочистим кишечник, если они отравились чем-то. Вторая курочка. Пей. Вторая не хочет пить. Фаня, уйди. Не мешай. Давай, миленькая, пей. Пей. Надо попить соду, давай. Тебе поможет, давай. Пей, мой хороший, пей. Фаня, уйди. Фань. Принеси там еще коричневую курочку, ладно? Я не знаю, там их две, я не знаю, как я иди. Ну, принеси две, принеси две. Угу. Сейчас попробуем. Давай. Пей. Пей соду, не хочет. Давай. Ой. Прям с удовольствием пьет. Давай. Давай, давай, давай. Вот такое вот состояние у кур. Признаков того, что их кто-то укусил, нету. Вот еще у нас две курицы. Неизвестно кому плохо. На всякий случай дадим соду обеим. Поближе. Давай, поближе. Фаня, уйди. Давай, давай, давай. Давай, мой хороший. Давай, пей. Пей, пей. Пей соду. Давай. Фаня, хочешь гонять куриц больных? Ну-ка, иди. Сейчас их покунаю. Станься поить. Фань. Давай, давай, чтобы она немножко поглотала побольше. И ты уже колбасит. Может, проколбаситься станет лучше. Я думаю, что пока из курятников мы их уберем. Рыжий за всем наблюдает. С машины. Рыжий. Ну ты что? Вот видите, часть кур у нас спокойно гуляют. Петух нормальный, который был более слабый. И второй еще петух у нас, который молоденький стал. Такой уже большенький. А те куры прям берут и прям совсем им плохо. Что с ними такое? Это прям стонет курица. Ну-ка, Степ, пойдем ее покунаем тоже в соду. Вот эта стонет. А, вот эта стонет, да? Ага. Стой, стой, стой. Стой. Я пока поймала, давай. Ага. Пошли. Покунаем уже в соду. Во, отлично. Прямо, чтобы там-то клевом окунула с попила. Давай. О, все-все, не надо так много. Все. Угу. Вытащи белую оттуда. Посади ее сюда. Угу. Фаня, уйди. Фань. Я понимаю, что ты всех любишь. Тебя не все любят. Вон ту еще беленькую. Видишь, она сидит еле-еле. Ждем от вас комментарии, что может быть с нашими курами. Как нам посоветовали соседи, говорят, что возможно у вас завелся хорек. Но таких признаков укуса, видите, нет. Все в порядке. Еще пюрышки ей попробую, все раздели. Обычно хорек, он убивает, высасывает кровь из птицы. И они потом так подыхают. Но здесь вроде все нормально. Не знаю. Странно. Черт, сними там снизу. Да, вот тут перышки все. Там где у тебя рука, прям все перышки. Никаких вкусов вроде нет, да? Фаня, я понимаю, что ты всех очень любишь. Сейчас это не до твоей любви, честное слово. Ченки у нас подрастают. Вот такие вот красивые малыши. Фаня, конечно же, пытается их достать. Сейчас. Все. Все скушали. Все. Дайте я пройду. Пойдемте, мои хорошие. Пойдемте. Миску проломили тут. Надо у вас миски все собрать. Фаня, пойдем, думаю, что произошло с курами. Пошли искать следы. Грязь, конечно, вообще. Мы еще не начинали убирать главное поле, потому что у нас была стройка, как вы помните. И все в таком состоянии весеннем. Все плавает, утопает. Было предположение, что соседи что-то подсыпали куром, но не думала, потому что соседи у нас хорошо относятся, позитивно к ним. Думали, что купили какое-то отравленное зерно. Вот место их еды. Тоже вроде с зерном все хорошо. Фаня. 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 Иди. Иди отсюда. Фаня. Фаня. Ну-ка, выходи отсюда. Давай-давай, выходи от кур. Выходи-выходи скорее. Выходи. Если у вас есть какие-то предположения, что могло случиться с нашими курами, пишите, пожалуйста, в комментариях, потому что я не представляю. Потому что, как видите, погибло только шесть кур и один петух. Ну, седьмая курица, вот черная, да? А остальные куры-то живы. Они не погибли. Что могло быть с ними, не знаю. Козы. Очень смешные. И очень преданные. Привыкают, как собаки, тоже к одному хозяину или хозяйке. Они даже чувствуют, когда их приходит доить не тот человек, например, они не хотят отдавать до конца молока. Или ведут себя очень дерзко. А так они очень милые и забавные. Если к ним найти хороший подход, они даже совсем не вредные. Да, матрешка? Ты же совсем не вредная. Матрешка. Матрешка не вредная. У нее просто такой характер. Она милая козочка. Сейчас вечер. Мы готовимся ко сну. Козы все спокойные. Жуют жвачку. Переваривают то, что скушали за день. Сейчас скину им зерна. Сейчас скину им зерна. Фаня, отойди, пока матрешка не вредная. Тебе не сказалось, что она тебе думает. И закрою их в сарай. Фаня пришла. Здоровается. Здоровается. Матрешка смотрит с таким гневным взглядом, но разрешает немножко Фаня присутствовать рядом. Когда матрешка заходит в загон, самое первое, никто не может зайти, потому что она лидер, она пускает только свою дочку. И то тоже не всегда. Когда у матрешки еще более хорошее настроение, тогда она не разрешает даже дочке. Да, матрешка? О, как! Ну так на Фаню реагирует. В общем, укос, своя иерархия и свои правила. Ну что ж, мои хорошие, спасибо, что досмотрели до конца. Ставьте, пожалуйста, лайк для поддержания канала. Переходите, подписывайтесь. Мой телеграм-канал. Ссылочку отставлю под видео. Буду рада там всех видеть. Всем желаем хорошей весны. Берегите себя. Берегите своих животных. Дай бог, чтобы у вас не происходило ничего страшного в вашем хозяйстве. И пишите, пожалуйста, в комментариях, что вы думаете по поводу того, что же все-таки произошло с моими курами. Спасибо. Пока-пока.